Добрый день! В месяц, по пятницам, в час, и, соответственно, у нас вот остаются две пятницы незаполненные, а тем очень много, тем очень много. Мы думали-думали, вот, наконец, придумали эту программу, сделана в Вятке. Это такая, ну, как мы с тобой говорили, расширенная история создания, что ли, да? Да, викторина история создания, которая, как мы понимаем и рады этому, пользуется большой популярностью у наших слушателей, поддерживается ими, да, вызывает много обсуждений. Мы тут встречаемся в редакции, мы поняли, что потребность есть, наверное, в какой-то еще действительно расширенной и более глубокой, да, программе, которая займет больше времени. Слава Богу, мы такое время нашли, и, слава Богу, наш партнер викторина истории создания, зовут Вятич, поддерживает такие направления, историко-патриотические, да, темы, какие-то краеведческие темы. Мы вместе так обсудили, сели, они нас поддержали, спасибо им, и решили, что вот эти две пятницы мы действительно сможем выделить для того, чтобы пообщаться с экспертами, с людьми, которые глубоко знают и понимают историю вятского предпринимательства, прежде всего. Да, да, которые могут нам рассказать о прорывных моментах в истории нашей губернии, нашей области. Мы можем сейчас прямо озвучить по тему нашей первой передачи. Вятское чудо, взгляд в историю. Вот чудо, термин там в истории, в историографии, в общем-то, часто употребляется. Ну, что под ним подразумевается? То есть это какой-то всплеск, это какое-то прорывное событие, о котором узнали все и заговорили все и стали этим пользоваться. Ну, я так своими словами уже, там есть официальное, конечно, определение. Давайте представлять гостя нашего. Да, у нас в студии Михаил Судовиков, директор Кировского областного краеведческого музея, заведующий кафедрой отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук. Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый день. Да, ну и что уж скрывать, один из моих преподавателей по университету. Сейчас воспоминания были до эфира, да, обсудили многие моменты. Мы, когда готовили первую программу, надо сразу вам сказать, мы не очень еще хорошо понимаем, как сложится концепция, структура и так далее. Поэтому, кстати говоря, обращаемся к нашим постоянным слушателям, любителям истории, патриотам и краеведам. Вы можете звонить по телефону 708-502 в течение программы. И только очень коротко, пожалуйста, прямо просто ваше предложение. Что бы вы хотели услышать в нашей программе, кого пригласить? Мы будем записывать прямо с Володей, из чего, наверное, и будут складываться в том числе, да, с вашей помощью, слушатели, тема нашей программы. Вот когда мы готовили ее, первая персона, фамилия, имя, отчество, которое всплыло в наших головах, это, конечно, Михаил Сергеевич. И когда мы стали уже тоже вот копать и снова вспоминать заслуги, деятельность Михаила Сергеевича Судовикова, мы подумали, ну, точно, кто же еще, как не он, а должен присутствовать как эксперт в нашей первой программе. Ну что, немножко, да, пройдемся по... Тут нужно сказать, что события все-таки, вот когда я позвонил Михаилу Сергеевичу и узнал, что он возглавляет Кировский областной краеведческий музей, для меня это было неожиданностью. Как-то мимо нас прошло это, да. Да, неожиданностью. Давайте все-таки вы расскажете о том, что. Что случилось. Ну, был приказ официальный, да, о вашем назначении. Первого июля вышел приказ, причем это первый приказ Министерства культуры Кировской области о назначении меня директором краеведческого музея. Ну, честно говоря, для меня это было совсем неожиданно, но в то же время, зная богатейшую историю краеведческого музея, зная те коллекции, которые у нас хранятся, я подумал, что, ну, наверное, надо попробовать. Вот, и сейчас приступил к работе, причем приступил к работе в канун юбилея, очень большого юбилея краеведческого музея. В следующем году музею исполняется 150 лет. И здесь, естественно, сейчас все мысли о том, чтобы достойно музей был представлен в этом юбилейном 2016 году. Мы уже собирались с коллегами, обсуждали план мероприятий и точно решили, что будет конференция. Научная конференция, где соберутся коллеги, музейщики, краеведы, библиотекари, архивисты, вот, где мы поговорим, обсудим, рассмотрим интересные аспекты истории Вятского края и моменты, связанные с сохранением исторической памяти. Ну, нашим слушателям, если вы не в курсе, надо пояснить, что областной краеведческий музей – это довольно-таки массивная структура. Это и музей воинской славы, и музей Грина, и музей Салтыкова-Щедрина, и вятские народные художественные промыслы, и диорама. Это все краеведческий музей и наше главное здание, которое находится на Спасской-6, где сосредоточена основная экспозиция нашего музея, куда мы всех всегда приглашаем и очень ждем. Примерные даты празднования уже известны, или так как на протяжении всего года что-то будет проводиться? Ну, мы подумали и решили, что поскольку 150 лет бывает один раз в истории, то пускай все мероприятия, которые проходят вот в этом году по линии нашего музея, будут юбилейными. Поэтому будет конференция, ну, приблизительно где-то в апреле-майе месяце, будет торжественное собрание, посвященное юбилею музея. Вот, а в целом мы вот планируем, что целый год будем отмечать вот те события, вот они все будут связаны с юбилеем нашего музея. Но при всем при этом вы пока остаетесь заведующим кафедрой отечественной истории ВГГУ. Да, я заканчиваю учебный год, вот, год был очень насыщенным, интересным, вот, и с 1 сентября, ну, очевидно, придет другой заведующий кафедрой. Но в то же время я буду продолжать педагогическую деятельность, у меня есть аспиранты, у меня есть мой любимый курс в истории России. Я читаю 17-е и 18-е века, вот, это очень интересный период, 18-й век, Петровская эпоха, да, там Екатериненская эпоха. И я продолжу обучать студентов, буду заниматься наукой, без этого нельзя, наукой и вузовской, и наукой, уже связанной вот непосредственно с музеем. Ну, более 20 лет вы уже занимаетесь этим. Да, да, я... Я имею в виду преподавательскую педагогическую деятельность. Преподавательская работа, но я в 1987 году пришел еще в Кировский государственный педагогический институт имени Ленина, учился в аспирантуре Московского университета, вот, затем работал. Ну, затем вот после аспирантуры я пришел вот на работу в университет, и там я продолжаю трудиться по сей день. Ну что? Я, кстати говоря, назвала номер телефона 785-2. Да, да, конечно. 785-2, да, вот я еще только почему, еще раз почему Михаил Сергеевич сегодня у нас, потому что у Михаила Сергеевича специализация проблем региональной истории, и среди ваших работ научных огромное количество работ, которые посвящены именно предпринимателям вятским. Более 100 научных работ по актуальным проблемам социально-экономического и общественно-политического развития России и вятского края, я прям цитирую, в том числе там есть купеческое сословие Вятско-Камского региона, да, купечество вятское в истории торговли, предпринимательства и благотворительности, вятское купечество в воспоминаниях современников и много-много чего. А мы как раз, знаешь, я подумала, что кроме союза нерушимого истории создания, еще и разворот на бизнес дополнится нашей программой. Да. То, что мы будем говорить о бизнесменах прошлого в том числе, но и современных тоже. Ну куда же без этого, да. И современных тоже. Я поняла, что я, конечно, ничего уже совершенно не помню из того краеведческого материала, который когда-то давался в школе. И такие мелкие обрывки из истории создания, они только, ну почему мелкие, плохо запоминаются, но вот история создания, она обогатила, наверное, все-таки, хоть обогатила меня знаниями об истории Вятской губернии. Тем не менее, я вот когда искала материал, знаете, нашла такой интересный такой материал. Клистова и Валентина Владимировна, это преподаватель 70-й школы, учитель географии и экономики. Так вот, она для детишек своей школы и просто для всех учеников создала урок, который называется «Экономическая игра предпринимателей Вятской губернии». Там один из вопросов первых звучит следующим образом. Ну, не вопросов, такая затравка, да, к вопросу. К 1656 году вятские купцы контролировали одну треть всей вывозной торговли, получая, России, видимо, получая прибыль 200 тысяч рублей, это приблизительно 10 миллионов долларов США в современном исчислении. Поэтому Вятка часто называли золотым дном России. Вот для меня это было удивление. Действительно так было? Ну, это было так, но вот относительно периода здесь надо внести корректировку. Вот вывозная торговля, она начала процветать где-то уже с 17 века, с того самого периода, когда развивался всероссийский рынок. Вот. И вот век 18-19, он все-таки был более благополучным для развития предпринимательства. Ну, вы знаете, с Вяткой ведь связано очень много легенд. Поэтому относительно золотого дна, это, ну, одна из легенд, вот, Вятского края. Но каждый край старается, чтобы легенда была мощнее, правда же? Да. Но в то же время вятские купцы, ну, действительно делали порой очень такие яркие, неожиданные шаги. Взять, например, вот, ксенофунт Алексея Чанфилатова, который стоял у истоков российско-американских торговых отношений. И это ведь все происходило на фоне общемировой истории. Континентальная блокада Англии, Бонапарт захватывает Голландию. Вот, и в этой ситуации вятские купцы, которые торговали издавна с Англией, ищут новые рынки сбыта. И вот такой рынок находят за океаном североамериканские Соединенные Штаты. Ну, то есть, вот, были какие-то вот такие вот моменты, которые обращали внимание всей России и даже мирового сообщества к предпринимателям вятки. И вот вятские купцы ведь очень активно торговали еще и с Востоком, ну, например, у истоков российско-китайских торговых отношений тоже стояли. В том числе и вятские купцы, ну, к примеру, взять вот Спиридона Яковлевича Лянгусова, который в конце 17 века возглавлял царские караваны в Китае. И вместе с Лянгусовым ходили целые группы, артели вятских купцов. Вот, и, понимаете, эти купцы, которые бывали за границей, они выполняли дипломатические функции, поскольку дипломатическая служба в России начала развиваться, ну, где-то вот как раз 17 века, но дипломатов еще не было. И на купцах лежала очень такая большая миссия. И вот вятские купцы играли действительно очень-очень такую широкую функцию. Ну, давайте, кстати, напомним, чем мы были интересны, чем вятка была интересна, да, зарубежным странам, и чем они были нам интересны, какими товарами? Ну, вот какими товарами? Ну, вот сейчас очень часто говорят о вятских брендах, да, вот если мы окунемся в историю, там, 17, 18, 19, 19 век, то вятку знали, ну, прежде всего, благодаря вятскому хлебу. Вот основной товар, который вывозился из вятки, это был хлеб, хлеб, зерно, мука. Ну, зерно, это что было, пшеница, рожь? Пшеница, рожь, вот рожь особенно, овес, овес. И, ну, существовала даже такая поговорка, вятка хлебу матка, вятке недород, в архангельске голод. О чем мы так говорим? То есть, вот это-то точно не миф, да? Нет, это не миф, не миф, это поговорка, которая известна, ну, примерно где-то с века 18-го. То есть, вятка, несмотря на то, что сама территория находится ведь в зоне рискованного земледелия, да, она кормила хлебом русский север, вот, где сельское хозяйство, понятно, в силу природно-там, климатических условий совершенно было не развито. И, более того, вятский хлеб вывозился за границу. И вятские купцы, и тот же Ксенофонд Алексеевич Анфилатов, и Яков Алексеевич Прозоров, они вели очень успешную торговлю с Англией, с Голландией. Вятский хлеб вывозился и в государства средней и южной Европы. То есть, вот это все, в общем-то, было фактом историческим, документально подтвержденным. Это удивительно, потому что в последнее-то время как раз очень много спекуляций на тему, ну, разного рода, да, спекуляций на тему земледелия на вятке. Мы всегда знали, что у нас зона рискованная земледелия. И когда говорили о том, что вятка славилась рожью, там много говорят. Наш партнер, например, программа, тоже все время вспоминает вятскую рожь, об этом говорит. Люди, может быть, где-то забывая об истории, да, говорят, что ну, какое тут уже, какое зерно на вятке? Вот там мясное животноводство, вот молочное животноводство. Тем не менее, оказывается, что это действительно был бренд в нашей губернии. А почему, ну, то есть, в силу чего, вот, например, это же рожь там вятская, да, или это наше зерно вообще составляло такую большую долю в торговле и, как вы говорите, архангельский голод, да. А почему? Качество зерна, или просто такие вот у нас были земледельцы, или предпринимательская именно жилка того же Амфилатова тут сыграла? Ну, тут группа факторов сыграла свою роль. Ну, вот действительно сложно председать то, что, ну, Кировская область была бы развитой с точки зрения земледельческой в настоящий период, вот, а вятская губернии славилась в России вот именно своим хлебным богатством. Это было связано еще и с границами территории. Дело в том, что, ну, территория вятской губернии, это части современного Татарстана, вот, это был юг вятской губернии, и практически вся Удмуртия, вот, и часть, там, республики Мариэл, да, современной. И это были все южные уезды вятской губернии, где природно-климатические условия позволяли получать хорошие урожаи. И как раз вот именно юг вятской губернии, тот, который не вошел в состав Кировской области, в полном составе, вот, он и давал очень такие хорошие показатели. Но что примечательно, Анфилатов-то был и Слободского, насколько я помню, правда? Это был слободской купец, но вятские купцы через скупщиков, специально нанятых людей, в общем-то, покупали хлеб у крестьян по всей губернии, ну, и затем этот хлеб через Нашульскую пристань, которая находилась в Вологодском уезде, в Вологодской губернии, отправлялся в Архангельск. Вот, и... Но ведь это тоже достаточно проблематично, да, у нас как бы, как таковых развитых путей-то сообщений не было, да? Не было, не было. Ну, тут... Водные артерии здесь играли главную, наверное. Да, да, то есть только водные артерии, это северные вятские реки, такие как Луза, Юг, вот, по этим рекам. Вот, причем, ну, эти реки, они же довольно извилистые, и чтобы провести там товар, это стоило тоже очень многих трудов. Вот, но, тем не менее, вятские купцы справлялись. А это значит, что судоходство и судоходов на вятке профессиональных было множество. Это, наверное, еще одна тема, которую стоит взять, да, в какой-нибудь из наших программ. Да, мы в последнее время все говорим о том, что умирает, да, эта сфера, и, может, даже уже крест на ней поставлен, да. Ну, да, стоит, стоит. Да, история есть. Транспортную, так сказать, составляющую всего этого. Как наши вятские купцы, вот давайте, вот я за Анфилатова сейчас уцепилась, да, потому что вот вы рассказывали о том, что это человек, который первым среди российских купцов, да, отправился в США, пересек Атлантику. Я даже тут вижу, я, между прочим, все еще сижу вот на этом уроке краеведческом. Созов. Что компаньоном его был сам Александр I. Что это значит? Александр I поддержал начинание Анфилатова, вот, и, ну, осуществить такой, вот, крупный бросок к чужим городам, это было очень рискованно, и без поддержки государства это сделать нельзя было. Вот, и у Анфилатова был, ну, очень хороший покровитель еще в Министерстве коммерции Николай Петрович Румянцев, да, который как раз доложил Александру I о том, что вот есть такая идея, вот, и Александр I в своем указе прописал, что первым вот должен быть именно ксенофонт Алексеевич Анфилатов, ну, который был, очевидно, известным уже в торговом мире в тот период. Вот, он торговал еще с конца, там, 18 века. Он, между прочим, имел крестьянское происхождение. Да, да, да. Из простых, что называется. Да, из простых. То есть это тот человек, который, ну, собственно говоря, сделал себя сам. Он рано остался без матери, вот, отец у него занимался предпринимательством, но в то же время он, ну, не был крупным предпринимателем, но вот ксенофонт Алексеевич, имея характер соответствующий, закалку, вот, целеустремленность, в общем-то, покорил, покорил торговый мир России. А во что превращался наш вятский хлеб после доставки в иностранные государства? Ну, вятский хлеб превращался, ну, во что может он превращаться, там, мука, зерно, то есть, пеклись булки, то есть, это, ну, собственно говоря, Вятка обеспечила просто-напросто продовольствие, продовольственную часть, вот, там, Русского Севера, вот, и других государств, вот. Ну, проблема продовольствия ведь она существовала в разные периоды, вот, и надежда как раз вот на вятский хлеб, она была очень-очень большая всегда. Это то было время, когда Россия не закупала за рубежом зерно? Да, Россия не закупала, Россия сама производила, понятно, что хлеб производился и в других местностях, вот, но как-то вот, не знаю, тут субъективный фактор наверняка тоже вмешался, вятские купцы были предприимчивые, Причём, ведь, знаете, на бумаге договоры, там, с иностранцами не заключались, вот, вятские купцы далеко не всегда выезжали за границу сами, они привозили хлеб в Архангельск, а там их уже ждали иностранные корабли, вот, и вятский хлеб продавался вот на Архангельских берегах. Вот интересно тогда, зачем он Филатов, ну, то есть, понятно, что проще привезти, вот, до Архангельска довезти зерно там продать и поехать обратно домой, недалёкий путь, логистика, что называется, сейчас понятная. А этот человек дошёл до Александра Первого для того, чтобы попасть в Америку самому. Нет, он сам не был в Америке. Он снарядил? Ну, он инициировал это, потому что упала торговля с Англией, вот, в той международной ситуации англичане, это основная торговая партнёра были России, вот, и, ну, вы понимаете, одно дело хлеб привезти и кому-то отдать, это, ну, всё равно потерпеть убытки, потому что в Европе этот хлеб продавался, ну, по цене гораздо большей. Вот, и ксенофонд Алексеевич Анфилатов решил вот сам всё снарядить и довести вот этот торговый процесс, что называется, с начальной точки до конечной. Вот, и его вот первый такой вот проект, он увенчался успехом, когда корабли Анфилатова вернулись обратно из Америки, они привезли американский товар, там было кофе, вот, там был миндаль, и там были, ну, другие, как пишут, колониальные товары. И они продавались на территории Вятской губернии или он в России? В том числе и на территории Вятской губернии, ну, какой был тоже вот механизм, скажем, когда иностранцы приезжали в Архангельск, они привозили свой товар, и этот товар раскупался теми купцами, которые вот привозили в Архангельск свой товар, да, ну, то есть происходил такой... А все-таки раскупался или некий обмен это проходил? Это было в порядке и обмена, вот, ну, денежные отношения они все равно брали вверх, вот, и поэтому что-то покупали, что-то меняли, вот. И, кстати, вятские купцы из Архангельска, они же там тоже много всего закупали и развозили товар по всей России. Это мог быть самый разный товар, это были и вина, например. Сетевики, что называются такие. Да, и слободские купцы, к примеру, вот в конце 18 века доезжали аж до Камчатки с архангельскими уже товарами. Вот, и понятное дело, что торговые пути лежали через Вятку, и часть товара оседала именно здесь. У нас небольшой перерыв должен быть по плану традиционной рекламной паузы. Да, середина часа у нас, давайте все-таки вернемся. Реклама две минуты. После, да, после этой паузы. Мы вернемся в студию. Сделано в Вятке. Продолжается программа, это новый проект, сделанная в Вятке при поддержке завода Вятич. Сегодня ведем программу я, Светлана Занько и Владимир Сметанин. Да, мы продолжаем. И наш гость, это Михаил Судовиков, директор Кировского областного кровеческого музея, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории ВГГУ. Напоминаю нашим слушателям, что это первая программа, и мы так нащупываем почву, да, куда идти дальше, поэтому призываем вас звонить по телефону 708-502. Ну, если соберетесь с мыслами, сейчас по время эфира не можете звонить, звоните после. Мы запишем ваше предложение, говорим мы о прорывных моментах в Вятской истории, да, и концентрируемся сейчас как раз на экономических каких-то вещах, о купечестве в Вятском заговорили. Вы можете нам подсказать ту же тему, мы и будем использовать в своей работе. Сейчас мы вот с Михаилом Сергеевичем обсуждали вопрос, я ему в перерыве предложила стать соведущим программы. Мы понимаем, что Михаил Сергеевич очень загружен, но кто еще? Ну, мы своим заявлением в прямом эфире как-то вот хотим подкрепить, усилить вашу мысль в этом направлении. Спасибо за предложение, тем более тема вятского предпринимательства, она неисчерпаема. Предприниматели это ведь и общественные деятели, и благотворители, это и городские головы, которые родили за родную землю, вот. Поэтому тут действительно очень большой материал. Вот, ну и надо учесть, что вятка это край-то купеческий, у нас никогда не было крепостного права, ну, в традиционных формах не было, да. Вот, и крестьяне, они занимались чем? Значит, сельским хозяйством и сами торговали. И самые талантливые как раз вот выбились в купцы, вот, получили гильдейское свидетельство и стали известны в России многие из них. А вот давайте посмотрим на ситуацию, которая сейчас у нас в Кировской области. Вот как вы ее себе представляете? Мы, если говорить о коренных каких-то производствах, вот о нашем чуде, который сейчас существует на протяжении 20-го столетия, наших местное производство, оно тоже ведь базировалось на сельскохозяйственной продукции. Все, что там в промышленности появилось позже, это вот как раз эвакуированные военные предприятия, да. Безусловно, Великая Отечественная война, основной вклад в развитие промышленности, да. В программах 70-летию Победы вы делали. И это все привозное такое. А то, что существовало в 20-м веке, поправьте меня, если я не права. И то, что вот сейчас вот мы видим, как развиваются, что у нас развивается на вятке сейчас вот местного. Это тоже вот тот же завод, там, Виатич, например, да. Те же Доронич, тоже сельскохозяйственная продукция. Вот если говорить о каком-то крупнике, о таком крупном бизнесе, он тоже вот какой-то такой, да, основанный на сельскохозяйственном сырье, или не так? Ну да, аграрная специализация, она имеет место быть и в наше время. И его сейчас назвали очень ярких представителей традиционных направлений. И, ну, я думаю, что вот эти производства, они должны в первую очередь поддерживаться. Вот, и, ну, вот сейчас говорят о вятском бренде, вятском квасе, да. Вот, это тоже очень древнее производство. А квас – это древний славянский напиток, который упоминается аж в повести временных лет. Вот, и по историческим документам, вот, в документах XVIII-XIX веков в нашем городе, в городе Вятке, ну, проживало не менее, там, 15-20 квасняков. Это что значит квасняков? Люди, которые в промышленных масштабах? Которые не в промышленных, в кустарных, вот, но это были, это были ремесленные специальности, вот, это были люди, которые занимались изготовлением кваса. Ну, промышленных масштабов до XX века в производстве кваса не было. Но в то же время этот напиток, он всегда ценился, вот, и особенно, я знаю, вот, военные, там, гусары, вот, любили русский квас. А, кстати, должность квасняка существовала ведь еще при Петре I, Петр I, я знаю, что один из любимых напитков Петра I, это вот был как раз квас. Вот. Ну, если вспомнить еще из истории кваса, я просто сейчас вот в целом говорю об истории предпринимательства, да, о продуктах. Дмитрий Иванович Менделеев проявлял большой интерес к квасу. Да? С какой? С точки зрения? С точки зрения химической, и он исследовал химический состав кваса. Процессы, которые происходят. Да, и пришел к выводу, что это очень полезный напиток. Во-первых, вятский квас, ну, он обладает кислотами, которые обеззараживают организм. Почему вятский квас? А что, другой квас какой-то другой? Во времена Менделеева был? Нет, нет, нет. Квас вообще? Я здесь говорю о квасе вообще. Ну, технологии производства кваса, они практически одинаковые, да. Вот, но в то же время, понятно, в каждой местности есть какие-то свои изюминки. Вот, в квас, например, вот на вятке, еще в древолюционный период добавляли мяту. Вот, и это... Для свежести что-то такое, да? Да, что-то для свежести, и это, в общем, была такая вот особенность наша. А что Менделеев, каким вы в этом пришел? А что вятский квас обеззараживает, и вот вы знаете, где-то в подсознании русские люди это очень хорошо понимали, потому что, вот, ну, даже вот в старых фильмах, если посмотреть, ну, к примеру, там кто-то возвращается с фронта, да, вот, и наливает квас. Сначала пьет один человек из одной кружки, из этой же кружки второй, там, третий. Вот, мы бы сейчас сказали негигиенично, да, вот. Но в то же время, вот, в старые добрые времена пили из одной кружки и пили вятский квас, потому что считалось, что вятский квас, он как раз обеззараживает. Интересно как. Да. Вот, и, ну, Менделеев говорил о полезности кваса и с точки зрения лечения сосудистых заболеваний. Вот, поэтому вот то, что у нас это производство очень развитое, я думаю, это очень хорошо. А вот уточните еще эти наши вятские квасники, да, которых вы упомянули, они, как это, как вообще организовано производство там было? У них тут же стояло заведение, где можно было, там, выпить этого кваса, купить или как? Нет, 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 они, да, это было домашнее производство, вот, и квасом торговали на рынке. Так, в память у меня даже где-то вот сейчас всплыла дореволюционная фотография, где стоит ветчанка, завязанная в платке и с такой большой какой-то бутылью, да, и вот рядом стоит кружка и такая очередь из мальчишек. Вот, и разливали на рынке, на рынке, вот, то есть привозили на рынок, и это все вот... Ну, наверняка этот вид деятельности не очень доходный. Да, не очень доходный, но в то же время для, ну, среднего, что называется, класса, да, вот мелкая торговля, ну, до революции горожан называли мещанами, да, таким вот польским словом, да, вот, и мещане вот занимались этим. Знаете, что мне подумалось, вот не оставляет все равно эта мысль, потому что, конечно, еще раз там проект у нас спровоцирован практически нашим партнером, и когда вы сейчас, заводом Вятич, когда вы сейчас рассказывали про то, что вот Анфилатов достучался до Александра Первого через Румянцева, и сразу вспоминается, как Илья Николаевич Курагин, продукт Ильи Николаевича Курагина вдруг, да, был представлен Путиной. Мы имеем в виду председателя совета директоров. Неожиданным способом, да, способом он был представлен. Потом вы говорите, что Петр Первый любил квас, он, интересно, Путин знает, что Петр Первый любил квас. Ну, вот какие-то параллели, они все время возникают, то есть способы развития, там, бизнеса, они, наверное, во все века примерно одинаковы, но какие-то пути мы не будем говорить, там, о обстоятельствах мелких, но тем не менее, то есть без каких-то крупных фигур и легенд, между прочим, в том числе, продвигать свой продукт очень сложно. Вот здесь вот то, что у нас происходит, очень много идет пересечений с историей. Вот, кстати говоря, у нас сегодня так вот все смешано в программе, но... Остается несколько минут буквально. Вот хотелось бы мне под занавес просто спросить, Михаил Сергеевич, вот вы специализируетесь на 17-18 веке, а историю предпринимательства Вятского в 20-м веке и теперь в 21-м кто-то изучает и пишет какие-то научные работы? Ну вот, 21-й, наверное, в 20-м веке, в начало века, ну начало века, да, мы можем что-то говорить. Вы знаете, Вятская торгово-промышленная палата проводит очень интересные научные конференции с названием «Деловая культура». Вот, и недавно я был участником этой конференции, где собрались предприниматели, историки, журналисты, вот, и мы попытались отсудить наиболее такие важные проблемы, связанные с развитием современного предпринимательства в контексте вот именно деловой культуры, потому что вот, ну с этого все должно как раз и начинаться. Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли, как-то само собой вспоминается. Да, кодекс чести должен быть всегда, поэтому, вот знаете, у нас очень активно работает торгово-промышленная палата Николай Михайлович Липатников, вот, и он давний друг Крывеческого музея, и сейчас мы с ним будем сотрудничать, я думаю, очень так интенсивно. Ну, просто уже, наверное, можно описывать, может быть, они описаны, конечно, да, наши предприятия и истории этих предприятий у каждого своя, но вот мы видим, что там у того же Вятича эта история с прошлого, там, столетия тянется, а у этих же Дороничей, например, вот только создается. И тем не менее, кто-то из историков вообще, не знаю, вот в институте, да, в университете нашем Вятском государственном гуманитарном, кто-то занимается, пишет такие работы по современному предпринимательству, ведется летопись, что называется, продолжается она? Ну, летопись ведется и на самих предприятиях. Да, вот я об этом сказала, что они-то этим занимаются, а вот научные сотрудники пристально к этому относятся. Ну, вы знаете, большое видится на расстоянии. Должно пройти время. Для историков это еще не совсем история. Да, должно пройти какое-то время, чтобы все это оценить, но мы следим за всеми процессами, которые происходят и в политике, и в экономике, и в культуре. И понятное дело, что любой исторический сюжет, он должен быть актуальным, это один из принципов изучения темы. И поэтому мы отталкиваемся от того, что вот интересно современнику, да, вот какие аспекты нужно рассмотреть. Вот, и, ну, знаете, эффект такой, что все повторяется, он действительно иногда прослеживается. Прослеживается, поэтому историю надо знать. У нас, благо, вот много материалов и в архиве, и в библиотеке. У нас огромное собрание, по которым можно изучать. Библиотеки имени Герцена. Библиотеки имени Герцена, да, тоже старейший в России, любимый всеми нами Герценки, да, вот и там просто уникальные материалы. Ну, что я хочу сказать, Михаил Сергеевич, сам Бог велел вам прийти сюда как соведущему в программу, потому что, ну, да, молодец. Ну, еще раз напоминаем, да, что мы делаем такое предложение, да. Увы, у нас время первой программы, сделанной в Вятке, истекает. Я думаю, что наш разговор был многим интересен, это что-то необычное, новое в нашем эфире, да. Напоминаем, что мы собираем ваши рекомендации, заявки на тему в программу «Сделанная в Вятке». В следующий раз программу выйдет без ТО, наверное, участие, да? Да, потому что я справляюсь с небольшой отпуск. Вот я надеюсь на поддержку Михаила Сергеевича. Здесь, в этой студии, а это будет через две недели. За это время, я думаю, что наберется много тем от наших слушателей, и мы тоже посмотрим, что будет наиболее актуально, выстроим структуру. Но вот будем такими своими программами напоминать об истории вятского предпринимательства и, может быть, даже где-то писать эту историю. Спасибо большое всем, кто сегодня участвовал. Спасибо. Михаил Судовиков, наш гость, директор Кировского областного кровеческого музея, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории в Вят ГГУ. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Сделано в ветке.